Встреча началась со шквала негативных эмоций. Руководитель Крымхлеба зачитал меморандум о взаимопонимании с Симферопольским комбинатом хлебопродуктов и исполнительной властью Крыма. Казалось бы, документ обещает самое необходимое. Повышение заработных плат на 20%, обеспечение стратегического запаса муки на несколько месяцев. Но словам, хоть и напечатанным, люди не верят, слышали их не раз. А зарплаты даже после повышения останутся низкими. Коллектив комбината хлебопродуктов обвинил руководство Крымхлеба в незаконном присвоении денежных средств предприятия. Два года, когда пришли к власти Донецке, у нас на комбинате стали происходить вообще такие, как бы, ну, сказала бы, чудеса, да, но в худшую сторону. Во-первых, они сразу себе добавили зарплаты, нам все уменьшили, урезали. Качество муки вообще испортилось. И нам просто очень обидно за наше предприятие и обидно за наших людей, которые вот мы проработали, мы по 30 лет проработали на комбинате. Всегда комбинат славился. Штат сотрудников в последнее время сильно сократился. Один рабочий трудится за двоих или даже троих. При этом оплата не меняется. Деньги на ремонт комбината выделялись, но ничего не делалось. Вот объяснение директора КХП о том, как его заставляли, заставляли в буквальном смысле, отмывать финансы. Служба финансового надзора Крыма после проверки ПАУ «Крымхлеб» и пяти его структурных подразделений выявила нарушение законодательства и потери денежных ресурсов на сумму почти 300 миллионов рублей. Не существующие капитальные ремонты на многие миллионы российских рублей, которые закладываются в цену каждой булочки, выпущенной на этом комбинате. Зерно, которое ушло, с этим правоохранители разберутся. 228 тысяч тонн зерна третьего класса, то есть то, что мы ежедневно кушаем в боках, в хлебе и так дальше, ну ушло. Его нет. Всем этим распоряжалась ПАУ «Крымхлеб». Найдены и другие финансовые нарушения. Мы не знаем минимальной зарплаты, которую нам оплачивают, тарифные ставки, соответственно, от этого. Нет, соответственно, настоящих нормальных условий труда. Нету. Бесконечно поднимается, как вы слышали, ценовая политика на хлеб. Они прикрываются повышением зарплаты рабочим. Но это не так. Исполняющий обязанности генерального директора ПАУ «Крымхлеб» Юрий Пилипко во время собрания нервничал. На вопросы журналистов отвечать отказался. Ничего я комментирую для Бога. С каждым нарушением уже разбираются правоохранительные органы. А пока рабочим обоих предприятий остается надеяться на скорую перерегистрацию и лучшие условия труда в новом государстве. Татьяна Хынкота, Иван Ковалев, Служба новостей и ТВ. Клицовочная машина.